Всем привет! Поступил вопросик по поводу 24-х вольтовой солнечной панели и про аккумуляторы. И не просто там вопросик, да, человек видно, что не понимает и хочет разобраться в этом вопросе. Но я так понял, что раз так глубоко вот такая вот проблема, и вряд ли человеку кто-то на подобный комментарий ответит, я постараюсь в данном видео немножко объяснить по-простому на пальцах. Я даже может быть что-то покажу, но об этом чуть позже. За моей спиной находится как раз 24-х вольтовая солнечная панель, которая предназначена для соединения как последовательно в более высоковольтную систему, так и напрямую заряжать 24-х вольтовые аккумуляторы. 24-х вольтовые аккумуляторы это два аккумулятора, соединенных последовательно. Это плюс, если с одного аккумулятора выходит, у него есть второй контакт минус, который соединяется с плюсом второго аккумулятора, и у нас минус у второго аккумулятора будет, по идее, выходом с сборки. Таким образом получается плюс с первого аккумулятора, минус со второго берется, да, и соединены они последовательно. Таким образом два одинаковых аккумулятора рождают аккумулятор на 24 вольта. То, что вы не можете найти в магазине аккумулятора на 24 вольта, ну, это просто вы в таких магазинах бываете. Вообще эти аккумуляторы существуют. Они существуют в двух вариантах. Первый вариант, это когда в корпусе от знакомого нам исполнителя, какого-нибудь производителя аккумуляторов, корпус берется и ставится туда внутрь. Литиевые аккумуляторы, плата защиты, и у нас также две клеммы выходят, и этот аккумулятор может быть на 12, 24, 36, 48, 72, 96, 115 вольт. Там разное напряжение можно набрать, сколько душе угодно. Второй вариант, есть свинцовые аккумуляторы, но это редкость. Есть АГМ, точно я видел эти аккумуляторы, есть гелевые аккумуляторы, точно я лично видел их. Это аккумулятор прям один сборка, точно так же, но выходят две клеммы. Но в большинстве случаев эти аккумуляторы специфические и предназначены для какого-то оборудования или узконаправленные. Поэтому в обычном магазине вы приходите, или там тяговые аккумуляторы, или АГМ, либо гель, вы покупаете как бы стандартный аккумулятор 12 вольтовый. Для того, чтобы вам заряжать их, вам нужна, помимо этой солнечной панели, и контролирующее устройство, которое обеспечит ихний заряд. Но начнем с того, что давайте с одного аккумулятора 12 вольтовый. Можете ли вы заряжать на сегодняшний, 23 год, с помощью 24 вольтовой солнечной панели 12 вольтовый аккумулятор? Легко. Для этого используются понижающие преобразователи, обычно это контроллеры МППТ, либо преобразователи, на которых написано МППТ. Но нужно понимать, что нам нужно понизить напряжение. Это, смотрите, 12 вольтовый аккумулятор нужно заряжать до напряжения, которое заявлено в паспорте. Обычно это напряжение составляет 14,4 вольта. Ну мы округлим, 14,2, есть некоторые до 15, 14,4 вольта. Панель вот эта выдает, 24 вольтовая, 40 вольт. Для того, чтобы нам зарядить 12 вольтовый аккумулятор, с таким порогом напряжения нам нужно либо преобразователь, который может понижать напряжение и при этом подстраиваться относительно входного напряжения. У нас же не просто 40 вольт будет с вами, как в холостом. Так вот, для того, чтобы у нас это было все эффективно и получить нормальный ток, мы используем понижающий преобразователь функции МППТ. У нас контроллеры МППТ, а есть понижающие МППТ преобразователи. Так вот, я не просто так сказал up-down, потому что есть повышающий, то есть берем, подаем 40 вольт, например, или 24 вольтовую панель, подключаем к нему с функцией МППТ, он поднимает до необходимого нам верхнего порога напряжения. Они есть вплоть до 150 вольт. То есть вы можете литиевую сборку, электромобиль, электромотоцикл зарядить от одной панели. Да, ток, естественно, будет у вас, мощность, вернее, панели, проще так будет говорить, мощность панели у вас просядет, просядет. Вы не получите, например, ту мощность, которая заявлена на панели, а получите ниже. Ну, а таким способом вы при помощи солнечной панели преобразователя сможете заряжать аккумуляторную батарею. Неважно, какую химию, главное, что вы сможете заряжать, выставив необходимый порог верхнего напряжения. При помощи одной панели преобразователя, повышающего МППТ, прям реально, фактически преобразует более низкое напряжение в более высокое напряжение. И таким же самым способом вы можете, просто докупив совершенно другой преобразователь, даун, понижающий, подключить солнечную панель, которая выдается, например, 40 или 30 с чем-то вольт в рабочем режиме, подключить понижающий МППТ преобразователь, который подстраивается к солнечной панели и к аккумуляторной батарее и постоянно выравнивает мощность. Таким образом, вы получите плюс-минус ту же самую мощность, не плюс-минус, чуть меньше мощности солнечной панели, максимально, которую она может давать непосредственно в конкретный момент времени. При конкретном солнечном излучении, при выставленных порогах и при возможностях преобразователя, это самое главное. То есть у нас все упирается в возможности преобразования. Таким образом, вы ставите панель на 24 вольта, берете понижающий МППТ преобразователь, например, который в допуске эту панель, например, может повести. Если он слабее, соответственно, он возьмет только сколько может. Некоторые сгорают. Ну, это мы уже отдаляемся от темы. У нас получается какая-то тенденция к тому, что мы можем вот этой панелью при помощи МППТ понижающего преобразователя заряжать 12-ти вольтовый аккумулятор. То есть не искать второй аккумулятор на 24 вольта, а заряжать непосредственно 12-ти вольтовый аккумулятор. То есть мы можем этой панелью один к одному заряжать при помощи непреобразующего напряжения в ток, завышенное в ток напряжение, обычным ШИМ-контроллером 24-ти вольтовые аккумуляторы, напрямую ШИМ-контроллер аккумулятора, солнечная панель, ШИМ-контроллер аккумулятора. Если нам необходимо этой панелью зарядить более низкое напряжение аккумулятора на батарее, например, одну, это 24 вольтовый, 12 вольтовый аккумулятор, нам нужен понижающий преобразователь. Если более большое напряжение из аккумуляторов, например, 3 или 4, то нам нужен повышающий преобразователь к этой солнечной панели с необходимой мощностью.